Всем привет! Прекрасный день у нас пасмурно, но тепло и красиво. Вот мое дерево великолепное. Здесь цветочки. Убалди ее. Какое же оно нежное. Что такое? Кстати, у меня, значит, что такое, я не поняла, что он взвиснул. Буся, ты наступил на что-то или тебя укусил кто-то? Я, короче, забыла в этом месяце дать ему лекарства ежемесячные. Вот у меня здесь написано в феврале. Давала в феврале и в марте я забыла дать ему эти лекарства от глистов и от клещей. Вот это вот. Поэтому выставила себе. И вот у меня мясо размораживается. Буду мужу готовить. Рульку. Вот этот кусок стоит всего лишь 7. 7.33. Привет. У нас выходной. Вернее, у американцев они празднуют Пасху свою. Но, наверное, уже известно, что Байден назвал этот день трансвестит. Я не очень в этом понимаю, но в общем, в днём меньшинств. Бусюка уже дети обласкали. Там какая-то музыка. Ого, колонки поставили. Что-то там гремит. Мы сейчас немножко погуляем. Мусор так и не убрали. Наверное, в понедельник уже. Фу! Фу! Нелись. Дискотека в парке. Это не в парке-дискотеке. Это там на балконах на весь город. Я туда не хочу идти. Вдруг там собаки какие-то. Мало ли, люди выпили. Слышите, какие колонки мощные. Мы лучше здесь по травке погуляем. Буся, ты хочешь, чтобы с себя люди смеялись опять, а? Может, мы домой пойдём? Уже нагулялись, а? Ну, сейчас машины тебе будут пипикать. А? Идём домой или ползём? Здесь грязная, я тебя купала. Господи, здесь дорога рядом. А? Ну, правильно, мама подождёт, правда? Мама подождёт. Лазучик, пошли. Нет, мы не будем здесь валяться, блин. Вставай. Вставай. Триндец с этой собакой. Вставай, говорю. Вставай. Ну, блин, тяжёлый же. Нет, не подниму. Давай вперёд. Всё, повалялся. Дома будешь на травке. У нас дома чистая травка. Вставай. Ага. Вставай. Вставай. Дала ему таблетки, кстати. Это лежит мой помощник. Всем привет. Я, наконец-то, начала уборку. Узнаете, все эти завалы нужно поразгребать. Муж позвонил. Я говорю, так, болит сегодня спина. У меня столько работы. Ну, вот буквально каждый день куча домашней работы. После, тем более, этих всех, ну, как бы, не ремонтных работ, а облаштувания. По-русски, как перевести, господи. Облагораживание, да, нашей территории. И огороды, и балкон. Вот. И мне муж, знаете, что сказал? Ляш, полежи. Скажи. Фу. И забей. Ляш, полежи. У меня была такая мысль. Думаю, сейчас возьму компьютер. Начну, наконец, читать комментарии. Отвечать. Может быть, сделаю прямой эфир. Но что значит, ляш, полежи? Но оно само не сделается. Муж заехал, возвращается домой. Сейчас из Вирджинии. Ему добираться полтора часа. Кстати, смотрел там сигареты. Обычно там цена была ниже. И уже там такая же цена, как и у нас здесь, в Мэриленде. Поэтому. Инфляция, честно говоря, достала. Да? Сейчас кризис во всем мире. Всем нелегко. Вот. Ну. Хотела сегодня поговорить о политике. Ну, думаю, может быть. Чуть позже, прям с языка у меня срывается. Но, наверное, уже многие устали от этих всех новостей. Поэтому сначала займусь уборкой. Видишь, что у меня творится? Я сегодня почистила немного. Машину заменила. Там чехол. И сейчас мне нужно этот коврик в стирку затащить. Помощник, ты со мной? Ну, естественно. Это чистые коврики. В общем, я надеюсь, сегодня дом вымоем. Там у меня тоже старые подушки валяются. Бейсмите, в общем. Сейчас и стирки много будет. Потому что все маленькие коврики хочу перестирать. Вот подушки валяются. Тряпки. А, полотенце упало. В общем, гуськины тряпки. Все пойдет в стирку. Но сначала коврик нужно запихнуть. Потому что собираюсь дом вымыть. Вот помощник, да? Помогает мне. Чтобы маме было о чем думать. И все позастилать наконец-то. Он запихивается в машинку. Там нормальный барабан. Говорит, знаете, делаю паузу. Очень мне не хочется дом мыть. И пока муж еще добирается, решила все-таки высказаться. Потому что оно у меня все на языке, знаете. Да, насмотрелась пять новостей. Ну и потом мне звонили из Украины. Мы пообщались. Начну, пожалуй, с этого. Вот. Тяжелая там ситуация. Мне даже говорить тяжело. Тоже. Одновременно. Потому что все это переживаю вместе с людьми, которые там остались. И очень переживаю за мужчин. Сегодня был разговор именно с мужчиной. И он мне рассказал такую историю. Соседа остановили возле магазина. Забрали. Он подписался на контракт. Ему обещали, что он останется в области. Но потом посадили в машину, якобы на учение. Но на самом деле там группа ребят была. Их бросили на передовой. Ну что делать? И причем не было рядом ни командира, никого. Начали эти ребята окапываться. Через три дня приехал какой-то очень молоденький лейтенант. Это то, что мне рассказали. Спросил. Ну что вам нужно? Они сказали. Привезите воды. То есть, понимаете, там у них даже не было воды. Привезли им воды. И в один момент этих вот ребят, которых бросили без подготовки, накрывает артиллерия. То есть, я это ничего не выдумываю. Что вы мне рассказали, то я вам рассказываю. Этого человека оглушило. Он открывает глаза, все плывет. В голове жуткий шум. К нему подбежала медсестричка. В общем, его забрали. Самое главное, он не хотел потерять автомат. Потому что, если ты теряешь оружие на поле боя, как мне сказали, опять же, не знаю, комментируйте, тебе светит криминальная история и тюрьма. В результате его отправили в госпиталь. Он там пролежал некоторое время. Оглох. И сейчас человек этот инвалид, фактически. И когда он просил хотя бы пару дней отпуска, отношение было очень хамское. ему так и сказали, так посмотрели, что с него больше нечего взять. И вот так вот начальство ему ответило. Ну, пиздуй. Понимаете? То есть даже нет никакого уважения, что человек как бы поехал на передовую, его там бросили, он пытался что-то делать. И вот вопрос, для чего все это и кому было нужно. Потом опять же, вот те же мужчины задаются вопросом, почему на уровне Европы, Америки, западных стран, всех других стран, не задаются вопросом того, что мужчины в Украине просто утилизируют. И этот же человек сам себе отвечает, что потому что никакой большой начальник своих сынков в окопы вот так отбросили этого человека, не отправить. Просто человеческая жизнь обесценилась. Вот. И знаете, сейчас в Украине тоже начинаются такие распри. То есть если кто-то, например, какая-то женщина, у которой воюет муж, либо сын, либо брат видит мужчину на улице, она тоже задается вопросом, почему вот мой муж, брат, родственник на войне, а вот этот конкретный мужчина сейчас идет в магазин, либо работает. Ну, понятно, что какую-то часть мужчин все-таки стараются оставить, тем более в больших городах, чтобы как-то еще дышала экономика. Но в любом случае это получается разделение людей, понимаете, вот сеется таким образом, в том числе и ненависть. И мне также сказали, что среди самих военных очень мало такой желчи по отношению к мужчинам, которые остаются в тылу. Они наоборот говорят, что ехать некуда, что очень тяжелые условия, и учитывая коррупцию, которая есть в Украине, учитывая то, что люди, которые имеют деньги, спокойно тусуются по Европам, по вечерним клубам, да, вспомним Лещенко. Люди же не дураки, они все это замечают. А вот среди женщин, да, они задаются вопросом, и, конечно, у них все это болит, понимаете, потому что каждый день они живут в аду. Они ждут своего родного человека, конкретно мужчину, который сейчас находится на передовой, они ждут его домой. И каждый день они волнуются. Вот так вот разделяй и властвуй. Это будет такой рефрен моего видео. Рефрен это то, что повторяется постоянно основная мысль. И, конечно, все это ужасно, трагично и несправедливо. Без бумажки я сейчас все это говорю. По-моему, я что-то забыла еще добавить. Оставайтесь людьми в любом случае. А знаете, еще очень смеются, как мне сказали в Украине, над теми, кто пытался бежать, собаки там гавкают, не в тему. И, например, в Тисе один человек, мужчина, его спасли украинские пограничники. Он уже был наполовину обмороженный. И знаете, тоже в соцсетях начинают над ним смеяться. Попытка не удалась. Понимаете, что такое обмороженный человек? Но если он пытался бежать, наверное, нет хорошей жизни. И вообще это так все ужасно, что просто людей взяли, закрыли. Посадили в клетку. Конечно, кто-то скажет, что понятно, что нужно защищать свою родину, свою страну, свое государство. Но государство у меня... К государству конкретно есть вопрос, где нарушаются права человека. Многих мужчин ТЦК останавливает, а потом этих мужчин находят в реанимации. Вот сегодня посмотрела еще одно видео по этому поводу, выпустил Шапошников. Ну как, я посмотрела название, но поняла, в чем там суть. И такая вот градация идет. Население, то есть те, которые имеют деньги, они гудят где-то там в Париже, делают интересные фотографии, выставляют без стеснения все это в соцсети. А другие вот так вот, мужчины, они остаются инвалидами и даже не получают никакого уважения. Ну это вот первая тема такая, вторая тема, да. Сейчас США праздновали Пасху католическую. Ну и наш начальник этот день назвал, боюсь ошибить, днем трансгендеров, по-моему так. И вот опять же идет разделение, потому что вот эти люди, да, с нетрадиционной ориентацией, все-таки находятся в меньшинстве, но все эти глобалисты пытаются просунуть свою политику. Я вообще не против, мне как бы все равно, кто с кем спит. Я против того, чтобы на детях были подобные операции, когда там что-то отрезают, когда людей как бы несовершеннолетних даже сажают на гормоны. Но если человек совершеннолетний, ему плохо в своем теле, он имеет право выбора. Но зачем же вот день Пасхи, да, американской, переименовывать? То есть опять же идет разделение людей. Кто-то посмотрит и подумает, а как же мы? А почему к нам такое неуважение? Почему наши религиозные ценности никто как бы ни во что не ставит? Ну, а другие люди, да, те же трансгендеры, они почувствуют, наверное, тоже к себе какое-то такое отношение, потому что получается так, что они смогли надавить на американскую власть, чтобы этот вот праздник, великий праздник для многих-многих верующих здесь людей, в США, превратился вот как бы в то, во что он превратился. То есть это уже не Пасха, это уже день как бы все эти манипуляции с сознанием людей, они видны просто на каждом шагу. Вот идет еще один из примеров, да, если в США вот такой вот перебор, да, с этими людьми, а в России, наоборот, другой перебор. То есть там люди нетрадиционной ориентации подвергаются всяким преследованиям, скажем так. И вот в России есть депутат Мизулина, и то, что мне сегодня тоже сказали, я даже это не мониторила, я не знала, я очень удивилась, но потом решила погуглить, может это какой-то фейк. Оказывается, это Мизулина, была за традиционные ценности и очень рьяно выступала по этому поводу. А сын ее уехал в Европу. Есть такая интересная очень фотография, когда ее сын и другой мужчина напротив чуть ли не готовы поцеловаться с цветочками в руках. ее сын также есть информация, что защищает наоборот ЛГПТ ценности, да, то есть ценности вот этих вот людей вопреки матери, людей, которые придерживаются наоборот нетрадиционной ориентации. вот, и опять же смотришь на это и даешься диву. Если уж действительно так получилось с твоим сыном, да, может быть, той же Мизулиной стоит задуматься, ты все-таки депутат, может быть, стоит менять какие-то законы, не преследовать этих людей, которые сделали свой выбор, лишь бы они никому ничего не навязывали, понимаете, и может быть хотя бы из уважения к своему сыну, к его выбору, чтобы людей, которые где-то что-то лайкнули в соцсетях поддержку геев, там, других, да, людей, которые ну как бы не похожи на нас с вами, чтобы их может быть не нужно в тюрьму, не нужно к ним присылать таких вот крепких мужчин из Росгвардии, спецназовцев, то есть там же устраиваются обыски, людей подвергают гонениям, понимаете, вот с одной стороны ты лайкнул какого-либо гея и все, к тебе прибежали вооруженные сильные люди, а когда вот крокус сгорел, вооруженные люди в этот крокус зашли через час, вот тоже мне странно, понимаете, и сегодня опять же я посмотрела вести вести, вести недели с Киселёвом, надеюсь, меня слышат, как я уже говорила, я смотрю не только федеральные каналы, там, государственные, пропагандистские, украинские, американские, там, российские, я смотрю также и оппозиционные каналы, как они себя называют, и что было в этих вестях, якобы новые подробности следствия, которые ведёт российская власть против этих террористов, против этих таджиков, четырёх, и я несколько раз просмотрела этот эпизод, когда подаются кадры из помещения, и там уже эти террористы повернулись на камеру лицом, и эти лица замылены, то есть журналист объясняет, называет фамилию, вот такой-то, такой-то арестован, да, террорист, который сейчас находится в тюрьме, побывал уже под пытками, и вот же его действия в этом зале концерном, и понимаете, когда этих таджиков берут в лесу, их лиц открыт, а когда утверждают, что вот эти самые таджики действуют в зале и показывают, вот этот таджик делал в этом зале вот это, и там смотришь на этого таджика, который сейчас находится в тюрьме, а он вот такой вот, а в зале со спины показывают вот такие вот накаченные плечи и руки, и лицо замылено, то есть это вообще не увязывается, понимаете, вообще, и вот те же либеральные каналы, они тоже на этом не акцентируют, то есть почему не показаны лица боевиков, которые действовали в зале, вот вопрос остается открытым, и это все такая туфта на самом деле, понимаете, ну, вообще никак не вяжется, еще раз повторюсь, я против терроризма, и в то же время я против пыток, когда людей поймали в лесу, четырех задержанных, да, то есть это подозреваемые, еще не было никаких следственных действий, еще не было суда, а эти четверо таджиков уже подверглись пыткам, и сейчас там трясут вообще всех этих приехавших в Россию на заработки, и опять же идет разделение людей, понимаете, разделяй и власть, ну, на самом деле все это ужасно, я, опять же, не получила никаких подтверждений, что те люди, которых арестовали, которых подвергли пыткам, они сделали признание под пытками, и люди, которые убивали и поджигали концертный зал идентичный, понимаете, то есть лица все были закрыты, у меня вопрос, почему? секреты следствия, так вы их уже показали, эти лица, вы сами сказали, вот конкретный, вот этот вот таджик в зале он делал это и это, а вот другой таджик в зале делал вот это и это, так, память на телефоне закончилась, пришлось его почистить, поэтому можете зайти даже на либеральные якобы каналы, да, и там в комментариях люди задают один же и тот же вопрос, почему боевиков показывают только со спины, вот, еще раз, нужно все подвергать сомнению, и в первую очередь оставаться людьми, потому что даже вот сейчас тоже в российском обществе тоже есть такое разделение разделяй и влавствуй, потому что вот россияне, которые там живут, славяне, они хорошие, а вот эти вот приехавшие таджики, они уже плохие, сейчас уже заговорили про смертную казнь, ну, так, знаете, чтобы немножко отвлечь внимание как бы самих россиян, вот, я же имею право задавать вопросы, меня это все, так, знаете, расстраивает, как нами пытаются манипулировать, вот, последние несколько лет, начиная с этой модной болезни, когда были вакцеры и антивакцеры, да, и тоже любой пост, например, неугодный на фейсбук, у меня даже на инстаграм некоторые посты удалялись, и мне писали, что мои действия не соответствуют контенту, как-то так, и мои действия могут подвергать какой-то там угрозе, ну, вот, такова свобода слова, поэтому все нужно просеивать, и, наверное, включать свои мозги, и, знаете, как, немножко переключаться от этих всех событий, и самое главное, чтобы не оставаться таким вот зомбированным, то есть либо правые, либо левые, сейчас мне кажется, вообще такая глобальная тенденция всех нас запутать, задурить, чтобы мы боялись, сомневались, чтобы мы, наверное, переставали быть какими-то людьми, способными на сострадание и на понимание, так бы я сказала, ну, мой муж приехал домой, смотрю, мне моя система охраны показывает, на этом я, пожалуй, закончу, спасибо, что вы слушали, посмотрите какую-нибудь комедию, я сегодня тоже начала смотреть, тоже старая комедия, что-то там про мужчину, который, которого уволили с работы и который вынужден ухаживать за своими двумя детьми в то время, когда жена пошла делать себе карьеру, такие обычные простые фильмы, да, что я хотела добавить, собаки гавкали, сбили меня с толку, в Украине же вот опять на днях были бомбежки, я все это прослеживала и потом мне на глаза попадает информация, что открыли мемориальную доску, одному из моих знакомых, я не поверила, я начала все это мониторить, тот ли этот человек, которого я знала очень даже хорошо, и сегодня опять же, когда разговаривала с моим украинским собеседником, спросила, мне сказали, да, это тот человек, которого я знала очень-очень хорошо, и просто мне не говорили, чтобы меня не расстраивать, он погиб, он погиб еще год назад, у меня комок в горле, потому что это был молодой мужчина, спортсмен, чемпион, он занимался кикбоксингом, он вокруг себя организовывал молодых людей, парней, то есть они не занимались какой-то там фигней, не пили, не наркоманили, он также устраивал всякие такие общественные акции, я с ним ездила на съемки просто, этого парня было где-то лет 25, когда я его знала, он был очень высокий, огромные голубые глаза, красивый, я тогда еще думала, боже мой, ты такой классный, почему у тебя нет девушки до сих пор, он не был женат, но потом, вот когда я уже сейчас искала информацию, у него осталась жена и дочь, этот мужчина молодой был ранен, лежал в госпитале, получил несколько наград и вернулся опять на войну и там погиб, понимаете, он был настолько хорош, он всегда улыбался, у него никогда не было никакого негатива, он, знаете, просто такое олицетворение какого-то добра, какой-то над ним светился свет, он сам по себе светленький, и я не поверила, я зашла к нему в инстаграм, там еще сохраняются фотографии, то есть там первые фотографии, когда он на фронте, да, конечно, это уже возмужалый мужчина, я думаю, может быть, я ошибаюсь, а потом пошла туда вниз по сетке по ленте и увидела, да, это тот мой хороший знакомый, которого уже больше нет в живых, и он бы столько мог еще хорошего в жизни сделать, мы ездили с ним на съемки, вот одну из них я помню, то есть мы не раз встречались, он устраивал всякие, знаете, соревнования, кто больше это жмется, то есть он пропагандировал здоровый образ жизни, а одна из съемок, вот, которую я запомнила, там в моем городе есть так называемое немецкое озеро и он пригнал туда пацанов и они зашли в это озеро и начали из этого водоема доставать всякие железные балки, то есть они буквально зашли по пояс, сначала на лодке проплыли, потом по пояс прыгнули, но это было опасно, реально, там на дне могло быть что угодно, стекло, там, не знаю, камни, бревна какие-то, и вот они начали чистить это озеро, весь мусор из него выгребать и меня удивило, что вот эти пацаны, они не боялись, они как бы были полны решимости это озеро очистить и подарить это озеро городу, понимаете? и вот этого человека больше нет, я не буду сейчас называть его фамилию, имя, поверьте, что в Украине очень много благородных, умных, интеллигентных, молодых людей, и не все они тоже зомбированы, там, не все радикальные, что он пошел защищать свою родину, и я вот думаю, когда эта ужасная война закончится, потому что умирают действительно лучшие, лучшие парни, и еще мне сказали, что мне просто не говорят правду, чтобы я здесь, в США, не сошла с ума от горя, потому что мы еще люди, которые меня любят в Украине, надеются со мной видеться, как-то так. Еще раз, оставайтесь с людьми, это не наша война, потому что кто-то делит природные богатства, власть, занимается геополитикой, просто самых лучших использует как инструмент в своих не очень честных целях, потому что все, кто это затеял, остаются в безопасности, и пополняют свои карманы. Берегите себя. спасибо за просмотр, спасибо, что вы слушали, не жалейте лайки, увидимся, всем пока, оставайтесь людьми и подвергайте все сомнения. Спасибо.